Сейчас мы показываем третий набор, для чего он идет и что в нем есть. Это набор для акриловой росписи жестовской тематики. Три кисточки. Это два язычка в определенной сборке. Это синтетические язычки и один из них колонок, другой синтетика. И еще один, одна кисточка, это круглая кисточка, полторашечка. Кисти для акриловой росписи, для акриловых красок. Кисточки выбиваются, также точно от гумирования. Это клеевой состав. Мы их промываем и больше естественно в гель не засовываем. Для геля у нас есть отдельные наборы. У нас работа ведется только сейчас с краской. Давайте начнем с кисточки большого размера. Большого размера. Два язычка, один большой, другой маленький. С большого размера мы сейчас с вами нарисуем быстренько розочку. Выкладывается под цветок силуэт. В этом силуэте сразу же выкладывается тенежечка под лепесточками в том числе. И наша роза уже начинает проступать. Теперь я беру кисточку меньшего размера. Она мне нужна для бликовки, для прорисовки. Это язычок. Она делать мне будет как раз бликовочку и основной цвет. Работаю в данном случае я акриловой краской. Поэтому, когда я работаю акриловой краской, принцип работы другой, нежели гелем. И поехали делать бликовку. Достаем лепестки с нашего цветка. Эта кисточка это уже колоночек. Она прекрасно выкладывается. Тоненькой кисточкой мы делаем доработку, обрисовку. Круглая кисточка, которая называется колонок КР-полторашечка. Она делает еще и вензеля. И не только вензеля, но и роспись листиков и прочего. Принцип работы этих кистей. Если у вас акриловая краска, значит мы работаем жестово номер 3. Акриловая роспись. Когда вам надо потренироваться и вы боитесь, что вы не исполните этого, вы переворачиваете наш тренировочный лист. Вот так ставите его наоборот. Засовываете его в набор. Вот так в набор засовываете. И тренируетесь на глянце, выкладывая мазочки. И если вам все понравилось, можно сделать хитрость. Можно перекрыть топом для лака или топом, допустим, для гель-лака. Просушить, снять и переклеить на ноготь. Сейчас мы проходили с вами, рассматривали жестово краски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова